Дорогие друзья, я поговорю о методах навигации, в частности о методах компьютерной томографии, как способе навигации инструментов при криоаблации. И прежде чем мы перейдем непосредственно к вопросам навигационным, хочется буквально пару общих моментов с точки зрения клиники отметить. Наверное, не будет никаким секретом, ни для кого новостью, что преобладает при опухолевом поражении костей вторичные изменения. Это метастазы, занимающие более 90% поражения при данной локализации. И наиболее часто они встречаются при раке молочной железы, раке почки, легкого перестательной железы. По своему распределению, естественно, преобладают те кости, которые занимают наибольший объем в теле человека. Это позвоночник, кости таза, ребра и череп. Каким же основным негативным фактором приводит метастатическое поражение кости или при первичной локализации опухоли там? Это пациенты предъявляют жалобы на боль, могут возникнуть патологические переломы. Это компрессия спинного мозга, других крупных нервных стволов или соседних органов. Киперкальцемия, супрессия костного мозга и снижение качества жизни. В целом необходимо отметить, что у трех четверти пациентов, несмотря на проводимое лечение, будь то лучевая терапия, стандартная химиотерапия или хирургическое лечение, у трех четверти пациентов возникают те или иные проблемы, связанные с данным видом патологии. Какие же в целом могут быть применены методики навигации инструментов при проведении криоблации? Это и рентгеновская флюороскопия, и использование сидуги, и ультразвуковой метод, и компьютерная томография, и плоскодетерт, и векторная КТ, и МРТ, и фьюжн-технологии. В общем, здесь разнообразие достаточно большое, и то предпочтение, которым отдаёт врач, это оно прежде всего обусловлено локализацией опухоли характером, то ли это литический очаг с наличием мягкотканного компонента, или сугубо склеротическое поражение костей, и той аппаратуры, которую он имеет в своем арсенале. Каковы же, в принципе, преимущества и недостатки тех или иных методов лучевого контроля? Что говоря о рентгеновской флюороскопии, это метод, позволяющий проводить операцию в режиме реального времени, с высоким пространственным разрешением, чаще всего используется при эндоскулярных вмешательствах, и в то же время, зачастую, какой же основной минус, это то, что банально сложно сориентироваться в пространстве и понять взаимоотношения того инструмента, который использует хирург, и того опухолевого очага, который присутствует в кости. Низкая контрастность мягкотканных структур и, естественно, лучевая нагрузка. Ультразвуковой метод прекрасный. И режим реального времени, и высокопространственное разрешение, и контрастное усиление можно использовать. И дешен, и широко доступен, и очень много всего другого. Но, когда мы говорим о костях, это сложность визуализации в связи с недоступностью проникновения ультразвуковых волн через критикальный слой, возможности коронирования газом и ограниченное поле обзора. В общем, для преоблации опухоли костей при отсутствии мягкотканного компонента тоже не очень-то пригодна. Плюс, оценка самого ледяного шара и его взаимоотношения с прилежащими органами может быть затруднительной. МРТ. Хороший метод. Почти реальное время, возможности построения различных мультипланарных реконструкций, нет лучевой нагрузки, но сложен, узко доступен, необходимы магнитные инструменты, все это длительно, и поэтому, конечно, выбор данного способа, как метода контроля лучевого при проведении интервенционного вмешательства, не часто используется. И, наконец, компьютерная томография. Высокопространственное разрешение, хорошо видно кости, сосуды, прилежащие органы, очень эффективно можно оценить взаиморасположение иглы и цели, возможность выполнения мультипланарных реконструкций, при операционном сканировании для планирования операции крайне эффективно, но к основным минусам лучевая нагрузка, раз, узкое пространство для выполнения вмешательства, два, это все-таки всего лишь апертура гентри и сложности при больших отклонениях от вертикальной оси, то есть наиболее, конечно, эффективно, когда мы можем установить инструмент под прямым углом апертуре гентри. Каковы же в целом этапы проведения вмешательства? Это операционное сканирование, проводимое для возможностей, в целом возможности оценки выполнения вмешательства, дальше для его планирования определяется количество, диаметр зондов, доступ, траектория, глубина введения, это оценивается взаимоотношение с соседними органами, и это то исследование, которое будет в дальнейшем использовано в качестве бейзлайна для сравнения и оценки эффективности проведенного вмешательства. Непосредственно сама аблация, анестезиологическое пособие, установка креозондов, выбор режима и контроль формирования ледяной сферы. И наблюдение в послеоперационном периоде – это ранний контроль осложнений и контроль эффективности самовмешательства, которое проводится в дальнейшем на этапах лучевого контроля. Инструментарий уже Георгий Георгиевич обозначал. Тот, который мы используем, это креозонды диаметром 1,5-3 мм и наличие интродюсеров и костных трепанов. Это краткий ролик, демонстрирующий технологию проведения вмешательства, установка интродюсера со стилетом, далее производится перфорация кости, которая либо дрелью, либо, если доступна кость мягкая, и можно пройти ее просто стилетом. И, если представить, что это мягкотканный компонент опухоли, проведение биопсии для забора материала для патографологического исследования, и далее туда устанавливается непосредственно креозонт и выполняется креоблация очага. Что касается КТ, какие же основные методики или подходы могут быть применены при выполнении вмешательства под КТ-контролем? Это последовательный режим работы КТ-флюороскопия и модные, как бы так перспективные, я бы сказал, на сегодняшний день технологии роботизированных систем. Что касается последовательного режима, это самый простой способ, при котором может быть использован обычный компьютерный томограф, не обладающий какими-то дополнительными приспособлениями или программным обеспечением. Пациент укладывается на стол, выполняется КТ-сканирование для контроля, далее выбирается уровень, на котором будет введен инструментарий, направляется количество зондов, точки вколы, глубина, траектория, пациент размещается на нужном уровне, далее выполняются аксиальные сканы с периодическим контролем продвижения инструментов. То есть инструмент немножко продвигается, далее врач выходит из процедурной, в пультовую выполняется аксиальный скан, смотрится взаиморасположение инструмента и опухолевого очага, и такими последовательными движениями инструмент достигает цели. После этого стилит извлекается, меняется на криозонт, и выполняется непосредственно контроль его постановки и в дальнейшем сама криоблация. Вот небольшой пример, очаг деструкции в крестце, это пациентка, страдающая раком яичников, достаточно крупный очаг, поэтому в данной ситуации процедура криоблации выполнялась сугубо с палеотивной целью, в связи с тем, что больная предъявляла жалобы на выраженный болевой синдром. И в оперту регентре с шаг за шагом были установлены несколько криозондов и выполнена процедура криоблации образования. До и сразу после операции видна зона первичного крионекроза. Здесь ткань все-таки, видимо, или уже начала оттаять, или не совсем довитализирована. И вот через 6 месяцев определяется зона крионекроза с небольшим накоплением контрастного вещества по периферии, которое, возможно, отражает регенераторные процессы. Пациентка, к сожалению, в дальнейшем запрогрессировала, но, к счастью, не по этому очагу, а по другим. По крайней мере, та зона, на которой мы воздействовали, наше воздействие оказалось эффективным. КТФлороскопия предполагает то, что врач находится непосредственно около больного в зоне лучевого воздействия, при этом периодически подается напряжение на рентгеновскую трубку с помощью педали, и мы можем контролировать положение иглы и ее соотношение взаиморасположения с опухолевым очагом в режиме реального времени, и таким образом можем избежать тех серьезных осложнений, которые связаны с повреждением крупных органов, прилежащих органов или крупных сосудов. Вот еще один клинический пример. Пациент, страдающий раком легкого с метастатическим поражением костей, имел несколько метастазов. Этот вызывал наиболее выраженный болевой синдром, метастаз в ребре, и под которым КТ флюороскопии было установлено два криозонда и выполнена операция по криоаблации. Это результат до и через 6 месяцев, видно формирование периостальной реакции, и постепенно развиваются, видимо, регуляторные процессы, и зона деструкции при этом не увеличивается. И, наконец, то, о чем я анонсировал вначале, это роботоассистированные технологии. В частности, здесь представлен аппарат фирм «Перфинт» «Максио», который позволяет одновременно устанавливать от 1 до 6 инструментов, каким же способом реализуется данная методика. Пациент укладывается на стол, фиксируется с помощью вакуумного матраса, производится предварительное КТ-сканирование, и эти КТ-данные передаются в роботизированную приставку, а далее уже на консоли самого робота производится планирование по установке нужного количества криозондов по необходимой траектории на заданную глубину. Далее вот эта лапка манипулятора позиционируется над точкой вкола в определенном пространственном соотношении с поверхностью тела человека, дабы обеспечить нужный угол ведения. И через проставку, которая зажимается вот в этих лапках, вводится комплект инструментов с телец-интродюсером, которые в дальнейшем меняются на криозонды. Вот клинический пример. Пациентка, страдающая раком булочной железы, возникло прогрессирование с метастатическим поражением бедренной кости, причем поражение, как видите, достаточно нетипичное, внутрикортикально, словно находящийся очаг без его разрушения. По большому счету, в данной ситуации можно было бы установить инструменты с помощью других способов навигации, но мы отдали предпочтение роботоассистированному вмешательству. Выполнено сканирование, определены точки, в которые мы хотим установить криозонды, причем как раз недавно мой предыдущий докладчик говорил о промораживании длинных рубчатых костей. У данной пациентки мы имеем именно такую картину, в которой мы проморозили достаточно большую по окружности зону. Тем не менее, при лучевом контроле через 9 месяцев мы не получили здесь ни патологического перелома, ни других осложнений, и видно выраженная переостальная реакция, связанная с регенераторными процессами, а сама зона опухолевого очага в размерах не увеличилась. Какой можно сделать краткий вывод о том, что методики КТ-навигации позволяют достаточно точно позиционировать криозонды при проведении креоблативного вмешательства при опухолях костей и в зависимости от локализации, от размеров опухолевого очага, от тех органов, которые прилежат к зоне потенциального кривовоздействия, можно отдать припочтение тем или иным способом навигации, будет это последовательный режим катафлюроскопии или роботосистированный подход. Спасибо. Пожалуйста, вопросы Илья Александровича. Позвольте, Георгиевич. Скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, кроме крио-воздействия по поводу терминальных стадий уже ракового поражения, какие-либо другие варианты лечения, в первую очередь я имею в виду химиотерапия, проводились ли? Потому что иначе Вы говорите за результаты крио-деструкции или все-таки это уже будет результаты крио-воздействия? В смысле комбинированного воздействия? Конечно, это сочетание как крио-воздействия. Вы тогда так и называете, что это результаты? Крио – это как элемент всей системы воздействия. Это не результаты крио-воздействия, это результаты современного подхода к лечению. Я, конечно, с Вами согласен, но демонстрирую первый пример, где мы имели достаточно стабильную картину опухолевого поражения креста, мы имели прогрессирование по другим очагам, но стабильную картину по того очагу, на который мы воздействовали. Вот крио, любой метод локальной деструкции на прогрессирование онкологического процесса, ну, никак не влияет. Появление новых очагов – это продолжение той болезни, которая у человека уже была. А вот результаты – это не результаты крио. Но спасибо большое, что меня услышали. Спасибо. Скажите, Илья Александрович, да, пожалуйста, вопрос. У меня такой практический вопрос, потому что, когда мы в соседнем от Вас учреждении сделали ТРЧА, мы встречали жесткий прессинг и негативизм со стороны департамента лучевой диагностики, потому что мы формально мешали им работать, привозя туда все это оборудование. Вопрос такой, во-первых, как Вы решили эту проблему, и, во-вторых, что главное, Вам крио работать не мешает? Вот функции департамента лучевой диагностики Вы же должны пациентов обследовать. То есть не мешает ли Вам это работать? Ну, дело в том, что я в этой ситуации выступаю в роли некого засланного казачка, потому что я, с одной стороны, пребываю сам на отдельной лучевой диагностике, являюсь представителем двух специальностей, как лучевого диагноста, так и хирурга. И поэтому вопрос реализации каких-то инвазивных процедур, он находится в моей власти. Я пользуюсь своим служебным положением тем, что нахожусь там. Если позволите, еще один вопрос, у меня последний. Вот сейчас был уже второй вопрос по костным проблемам. Я все ждал, когда же это всплывет, потому что здесь, наверное, говоря об отдаленных результатах, причем ни в одном докладе почему-то не прозвучало, может быть, этого нет, я не знаю. Самая-то главная проблема в отдаленный срок, это кроме прогрессирования онкологического процесса, это еще и гнойные осложнения, гнойно-септические, это остеомиелит в первую очередь. И вот здесь-то как раз криохирургия-то и развернулась на полную катушку. Насколько у тебя владею информацией, в Волгограде это клиника Сергея Сергеевича Маскина, в Москве это и в детском отделении, и во взрослом, это работы Валерия Фанасьевича Митиша. И вот именно на остеомиелит как раз, криво воздействие, вот оно все есть. Но так на секундочку, у меня у самого посттравматические после лыжа остеомиелит, я вылечился только благодаря криво. Поэтому я болезни наждал, когда же прозвучит, к сожалению, пришлось самому озвучивать. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы есть ли к Илье Александровичу? Мне хотелось бы пожелать, чтобы вы больше использовали робот, тем менее, чтобы получили меньше дозы. Потому что, когда я вижу, как Илья Александрович работает, и педаль пищит у него под ногой очень часто, я всегда переживаю за доктора, который берет на себя дополнительную лучевую нагрузку. Мы-то стоим за стеклом, а он-то хоть и стоит там, но все равно защищенный, он все равно получает дозу. И вот этот героизм наш профессиональный, для того, чтобы сделать что-то пациенту полезное, даже пусть в палеотивном режиме, вызывает у меня всегда, знаете, чувство восхищения нашей профессией и теми людьми, которые способны на это. Спасибо, Илья Александрович. Спасибо, Илья Александрович. Спасибо, Илья Александрович.